сегодня хочу немножко больше вам рассказать и как вы понимаете показать как правильное питание как режим питания влияет на ваше здоровье и активное долголетие каждый бокал символизирует определенный прием пищи определенное качество его о том как правильно питаться под разные виды деятельности вы можете найти видео на моем канале поэтому чтобы удобное для вас время вы могли просмотреть можете легко подписаться форум подписки под видео и просмотреть те видео которые вас заинтересуют потому что когда вы идете тренажерный зал в принципе вы одеваетесь вас дресс-код 1 а правильное питание когда вы идете на дипломатический прием вас дресс-код совершенно иной макияж другой а правильное питание когда вы едете в лес идете в горы к морю вас совершенно разный дресс-код а правильное питание вот именно это должно быть давайте хорошо найти из такое выражение хорошо таким быть умным как моя жена потом да согласен с вами на 200 процентов так вот я видео своем дам вам информацию как быть умным до того как они после того как именно поэтому 7 бокалов это оптимальный режим питания для того кто хочет стать долгожителем причем активным долгожителем не болезни и болезни проваляться по больницам и в домашних условиях а именно активным долгожителем знаете ничего нового я конечно вам не скажу многие конечно эту информацию узнают можете легко проверить 10 кардиологический стол по певздору вот такой у нас классный диетолог по нему в принципе питаются во всех кормят во всех больницах стремятся кормить 10 стол там прописан семикратный прием пищи по одной простой причине каждый объем пищи попадая в пищеварительную систему на него идут слюна желудочный сок желчь сок поджелудочной железы тонкого кишечника и все они увеличивают объем пищевого конка увеличивают в разы и вот это увеличенный объем попадает кровеносное русло увеличивается объем и вязкость крови и вопрос чем чем чаще вы питаетесь то есть когда вы свою калорийность своего рациона разбрасываете на 7 приемов пищи вас порции маленькие объем крови и вязкость крови увеличивается в небольших пределах не создают экстремальные нагрузки на сердце и на сосуды а две трети смертей в развитых странах кардиологические 10 месяцев 2013 года 66 процентов украинцев погибли от проблем сердца и сосудов 325 тысяч потеряла украину таким уникальным образом потому что в принципе пища испытывает объемом вязкостью крови испытывает возможность сердечно-сосудистой системы сердце выдержало ну до следующего раза бегать не выдержал острая сердечная недостаточность или обострение хронической сосуды то же самое выдерживают все прекрасно не выдержали инфаркт инсульт зоны где наиболее высокое давление где чаще всего сосуды рвутся поэтому вот такое дробное питание она как раз и обеспечивает то самое здоровье активное долголетие вы знаете я не зря вот такие два бокала вот эти сделал такие более скажем так из более дорогого стекла вот тут находится за лет двадцать вашей жизни как минимум а если будете правильно все делать и более потому что человек ну который питается не когда вот увы они не живут долго автомобилисты могут конечно со мной поспорить в один раз залили за поп под завязку бензобак ездим нормально питание было один раз ошибаются если весь бензин из бензобака пойдет двигатель он захлебнется там есть такая форсуночка которая дозирует топлива зависимости от активности стоит машина на холостом ходу одна мощность движения придавили хашеточку поехали больше топлива пошло выключили движок топливо прекратило идти он стоит ждет пока вы опять заведете в организме такого не происходит в организме постоянно должна попадать пища движок не останавливается становится всего один раз жизнь и иногда бывает если человек храпит это ужасная конечно ситуация по ночам не только респираторная опноя возникает то есть останавливается дыхание доказано останавливается кровообращение по каким законам потом сердце само запускается сложно сказать но то что в принципе храп в три-четыре раза увеличивает вероятность умереть от инфаркта либо инсульта либо просто не проснуться с утра это доказанная вещь кстати видео по храпу вы тоже можете найти на моем канале если кто не подписался подпишитесь там вам то будет проще искать а 7 кратный прям пищи очень необходим вот тут то самое активное долголетие и максимальная работоспособность самые напряженно работающие постоянно работающие сердечно-сосудистой системы хотя если вам это сложно прием пищи маленький прям пищи он занимает а минуте это не ритуал который растягивается на часы 7 7 прием пищи вам суток не хватит спать никогда будет будет только спать проснулись и кушать это неправильно да есть хорошее выражение нужно есть чтобы жить мне жить чтобы есть конечно если прием пищи плавно переходит один другой без перерыва да вы живете чтобы есть но если вы перекусили и отошли забросили свою пищеварительную систему топлива но переваривается попадает кровь и все органы постоянно работающие получают свое питание правильно думаете они на этом питании будут хуже работать или лучше а если вы еще под активность его обеспечить все прекрасно поэтому 7 кратный прием пищи это для тех кто хочет прожить более 80 лет японцы в среднем живут по 80 лет они питаются не 7 они питаются 5 если бы не питались 7 раз в день они жили бы еще больше они живут по 80 лет поэтому я покажу вам что это дает почему я влил в первые два бокала все-таки активность больше днем поэтому подружать топливо подружать еду в организм уже тоже больше в первый полон дня она постепенно всасывается постепенно попадает кровь и вы прекрасно работаете ужин в этих условиях должен быть более скромным поэтому я бы сделал вот так ужин это должен быть легкий перекус пищи который легко переваривается усваивается и на который ваш организм будет легко восстанавливаться во время сна не теряя сил на переваривание пищи поэтому 5 раз в день это в принципе для того для тех людей которые хотят пожить в среднем где-то около 80 лет дальше ну возможность как вы понимаете многие горят талант 5 это много да в принципе мужчина для этого 5 это для женщин вот для того чтобы прожить примерно 80 лет пятикратный прием пищи правильного содержания это для женщин мужчины могут добиться того же результату не просто сильнее работает печень она лучше усваивает полезные вещества и лучше снабжает все ткани нужными компонентами мужчине достаточно четырехкратного приема пищи ужин опять таки остается скромным да но это должно быть это ваш бензобак ваш кишечный бензобак где переваривание пищи дозировано попадает в кровь и вязкость крови но в данном случае вязкость крови уже будет не вот так идти уже будет вот так идти нагрузка на сердце все-таки больше но это тоже достаточная нагрузка тут все прекрасно знаете ну для женщин это уже сложная ситуация самая сложная ситуация возникает когда люди переходят на трехкратный прием пищи да это тоже ситуация но более такая напряженная почему вы видите объем умножаете вот этот объем он остался исходным а эти умножаются в разы знаете как работать сердцу и сосудом так она же работает ну так вот реальная активность загрузили все это в кровь вязкость крови вверх как чувствует насыщение он в легкое нирване а почему он нирване потому что вязкая кровь не может попасть к мозгу он не получает свой кислород он не может активничать все как засыпает последний я должен отдохнуть после еды нет во первых полежи после еды чтоб жиром завязался мы это все знаем поэтому это уже достаточные условия для того чтобы попасть в ожирение но самое надежное как вы понимаете вот это когда ужин плотный перед сном здесь люди буквально очень серьезно рискуют потому что объем пищи большой вязкость крови резко увеличивается а нагрузки нет сжечь это количество этот объем еды невозможно вечером все-таки более в спокойном состоянии находится нужно спать но здесь возникает проблема объем и вязкость крови увеличивается на часы мышцы расслаблены мышцы которые помогают сердцу перекачивать кровь они в это время находится в расслабленном состоянии здесь очень серьезно рискует хуже вариант конечно как один пошутил мой пациент кушаем преимущественно до сна и после сна и представляете вот этот тренировка испытание возможности это не тренировка сердце и на тренировать сердце насос который перекачивает 15 тонн крови в сутки знаете тренировки не надо его тренировать нужно помогать работать разружать поэтому академика мосов он правильное заключение сделал очень правильно начали он немножко увел в сторону искал ребята до седьмого пота а потом конце жизни сказал ребятки я вас немножко не туда вел все-таки нужно просто активность течение дня и сегодня кардиологи говорят хотите жить дольше активность течение дня 50 или 70 процентов максимальной нагрузки не выше все что выше риск а если вот риск после вот такого после такого приема пищи однозначно будет больше упадите попробуйте после плотной еды двигаться не хочется думать не хочется моргать тяжело а пойдите побегаете с полным то животом с перегруженной пищей кровью очень тяжело сердцу качать сметану проще такое знаете домашнее ну может быть и домашнее может быть магазинное разведенное молочко но сметана однозначно тяжелее перекачивается чем молоко не стоит вот так я не буду вам показывать что бывает если тот же объем пищи те же калории съесть в один раз так тоже некоторые питаются вы понимаете что бокал просто переполнится так очень легко сорвать сердце и сосуды никогда вы не обеспечите правильное питание своему организму одно двукратным приемом пищи поэтому если вам нужно больше информации подписывайтесь на мой канал не вопрос если вам эта информация была полезна ну поставьте плюсик поставьте лайк поставьте мне вот так я напишу не будет больше настроение напишу еще одно хорошее видео если вы считаете что у вас друзья знакомые не совсем правильно питаются не всегда правильно питаются можете с ними поделиться эта информация не вопрос youtube выдержит он выдержит нет ни одну сотню тысячу просмотров не вопрос пусть посмотрят люди вы знаете очень жалко очень обидно за людей когда они на фоне полного здоровья внезапно умирают от инфаркта инсульта частота инфарктов инсульта в диапазоне 20 или 50 лет увеличивается в сто раз вот по той самой неосведомленности людей в эти инфаркты раньше называли ресторанные болезни в ресторан люди идут а плотно покушать б потанцевать что это дает плотное покушать вот объем пищи который перегружает кровь испытывает возносит сердце и сосудов если вы еще выпили аперитив в лучшем виде потому что он помогает алкоголь помогать переваривать пищу но если после этого еще и какая-то физическая активность такая более-менее приличная то вы понимаете как сердцу с этим объемом управляться очень сложно поэтому с какой-то попытки может не выдержать либо сердце либо сосуде поэтому когда вы будете понимать что питание это не просто прихоть это не отдали дань какую-то своему организму что-то забросили туда сколько-то раз в день 12 так знаете как подачку нет вниз очень дорогая машина и не знаю на сегодняшний момент ни одного автомобиля тем более массового который стоил бы 5 6 миллионов долларов а именно столько стоил ваш организм при рождении если вы правильно с ним обращались правильно ему помогали работать конечно поиспытываю возможности вы стоите значительно меньше но все равно вы стоите существенную сумму и это ваше здоровье это ваша жизнь поэтому берегите себя берегите свою жизнь питайтесь правильно и вы в принципе сами можете запрогнозировать себе обеспечить себе вот ту самую и качество жизни и активное долголетие правильно питаясь и правильно давая пищу до нагрузки они после напомню когда вы идете на какое-то мероприятие каждому мероприятие соответствует свой дресс-код и конечно когда вы зашли на дипломатический прием в костюме для гольфа наверное это здорово на вас все обратят внимание но это мягко выражаясь не тот костюм не для этого события правда вас никто не проверит как вы правильно питались или нет это уже от вас зависит извиняюсь от ваших знаний от того как вы можете использовать будете использовать эти знания на практике если вы будете угадывать самостоятельно длительное время жить будете лучше если вы используете опыт других людей которые уже больше знают немножко о питании о том какое питание должно быть вот тот вид активности которые у вас после этого последует вопрос потому что еще дольше будете жить главное чтобы вы правильно это делали на протяжении многих лет тогда и высокое здоровье и активное долголетие вам с гарантией обеспечены если вам нужно больше информации от меня пожалуйста не вопрос контакты вы видите вы можете легко обратиться вот и мы составим вам ту систему питания ту программу питания который будет соответствовать вашей активности чтобы все таки вы обеспечивали свою активность до тугу и не после тугу но если после тугу невозможно арган уже поработал если у него питание было он работал хорошо если не хватило органы шли в дистрофию если вы еще одновременно не успели вывести обменные шлаки которые при этом образовались зашлакованность это самое которое все говорят то есть накопление продуктов обмена конечных это опять-таки изменение в органах и тканях это снижение работоспособности нарушение качества жизни сокращению продолжительность поэтому тут можно конечно учиться на своих ошибках лучше использовать уже имеющийся опыт в системном сопровождении организма поэтому если вам нужно больше информации не вопрос контакта вы видите обращайтесь на моем канале сотни видео и количество и будет постепенно увеличиваться поэтому будет время заходите смотрите проблем не проблема в одном знаете проблема в регулярном исполнении когда вы поймете что не одолжение нужно делать едой своему организму а правильно обеспечить его активность за можете требовать от него хорошую высокую работоспособность и спрашивают почему-то там заболела а почему тут не работает так как хотелось бы а без этого невозможно если вы лампочки дадите не те вольты амперы но сгорит лампочка или гореть не будет работать не будет вы работу не получите вам нужно дать точно те вольты амперы которые прописаны в паспорте любая техника увы ей нужно правильное питание ей вы даете техника стоит копейки по сравнению с тем с тем стоимостью вашего организма почему организм не используют ведь не используют по полной кормят по остаточному принципу так на эти подачку бросили работой вот это я не понимаю почему автомобиль стоимостью десятки тысяч долларов заливается только сертифицированный бензин только той марки которая нужно до автомастер требует он потом вас не поймет доктор в принципе тоже от вас должен требовать заливать нужное топливо ваш более дорогостоящий автомобиль который способен самовосстановление вы знаете зачем испытывать эти возможности лучше их создавать резервы так проще легче жить и дольше жить будет поэтому если вы хотите жить лучше и дольше пожалуйста у вас возможности масса смотрите видео подписывайтесь на канал обращайтесь ко мне не вопрос все хорошо все прекрасно самое главное дорогу осилит идущий в нужном направлении а свои статьи многие я заканчиваю крепкого вам здоровья разумного к нему отношения и Продолжение следует...